Какие примеры вы можете привести истинного послушания в Библии? Истинное послушание в Библии. Вот какое-то время я вот задумывался над этой темой, потому что уже я могу судить даже о влиянии воспитания родителей на детей, ну вот христианских родителей, которые... Это не то, что я вообще никак не сужу в этом случае, потому что бывают родители, которые правильно внешне все делали по предписанию, по книгам, все, и ребенок взрослел к 18 годам и не продолжал ходить в церковь, скажем так. И некоторые говорят, это потому что я неправильно воспитывал, воспитывал, это потому что то, это потому что все, ну и впечатление у меня создается, это то, что как будто от нашего воспитания мы можем спасти ребенка. То есть воспитание это дело рук наших. Это не Бог спасает как бы в конце всего. Вот я думаю, если на это полагаться, то я тогда не должен был принять спасение, потому что у меня совсем не тот, вообще не тот пример, скажем, был для того, чтобы принять спасение в церкви. Мои родители были нерелигиозны, естественно, обычные советские люди, и понятно, что я как бы выпадаю из этой цепочки, которую впоследствии начали прививать. С другой стороны, я видел людей, которые, детей даже вот в церкви растущих и тоже к какому-то моменту уходящих от Бога. Есть те, которые продолжают ходить, есть те, которые уходят. И вот нет какой-то теоремы вот такой, знаете, нет, нет вот как мы можем, как по мне, хотя я за там правильное влияние, воспитание и все остальное. Все-таки Господь спасает, но тема, конечно, наша не эта, но она сопряжена с послушанием, которое мы хотим выработать в детях или же в служении в людях, чтобы они нас там сразу слушались и реагировали на то, что мы им там говорим. И вот мне интересно ваше мнение в отношении вашего понимания послушания в свете, даже вот этой притчи, как Христос говорил. Вот есть один, который противится, а потом делает правильное решение. И другой, который, видимо, показывает, что он послушан, а на самом деле в итоге попадает не туда. Вот, пастор Лейзер, давай с тебя начнем. Расскажи нам свое представление и понимание послушания. Какова суть послушания, как добродетели и вообще какие у тебя отношения с послушанием? Всем добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, Евгений, за шикарный вопрос. Спасибо, да. Потому что очень важный этот вопрос. Я считаю, что этот вопрос, на самом деле, он практически наиважнейший в нашей христианской жизни. Потому что без послушания мы не можем унаследовать Царство Божие. Без послушания все наше христианство превращается в игру. И мы просто играем в хороших людей, которые не пьют, не курят и правильно питаются. Ну, это другой кружок. Правильно питаются, это ты зря затронул. Это кружок любителей ЗОЖ. Это другой кружок. Мы ходим не в клуб друзей правильного питания, мы ходим в Церковь Божью. Церковь Божья – это не то место, где можно, скажем так, поступать как тебе угодно. И поэтому многих людей это ломает. Но ты за то, чтобы люди правильно питались? Ну, я имею в виду... Я за то, чтобы люди правильно питались, за то, чтобы они не пили и не курили. Отлично. Я за это, друзья мои. Да, это сразу спасибо. Это очень важный вопрос. Потом скажут, что Лезер пришел, сидит, пьет и куриц грешниками, мытарами. Ну вот. Хотя это... Я тебя 10 лет знаю, а ты этого не делаешь. Спасибо, да. Друзья мои, о послушании. Преломление вот этой вот притчи, которую Иисус же сказал, в чем суть? Послушание видимое, оно как бы, ну, наверное, оно украшает человека, потому что мы считаем, что принимают по одежке. Но мы-то должны понимать, что мы ходим в первую очередь перед Богом, а не перед людьми. Хотя перед теми же людьми и Богом мы даем отчет за определенные вещи. Нам очень важно все равно правильно выглядеть перед людьми, потому что люди нас будут принимать, ну, чтобы они принимали наше послание, все равно нужно как-то соответствовать пониманию людей, как они могут принять. Но, если человек говорит, что не сделает, но потом поступает, как грешники, да, то это плюс. Потому что Бог, он все равно смотрит на сердце человека. Бог, он, Бог сердцеведец. И то, что ты зачастую даже сказал словами, не всегда важно, как важно то, что ты подумал в сердце своем. Потому что словами мы можем спонтанно говорить разные и неправильные вещи. А потом мы каемся, извиняемся и так далее. А для меня большой пример послушания все-таки это сам Иисус. Потому что, как написано в Фессалоникийцам, вторая глава, если не ошибаюсь, написано, что он смирился до смерти крестной. То есть, он, будучи сыном Божьим, не почитал хищением, да, он этим быть, но он пришел в образе раба. Да. И сам как раб, да, он смирился до смерти крестной. Когда он молится в Есиманском саду, и когда его пот становится, он превращается просто в кровь, потому что это давление, которое он испытывал на себе, от всей этой эмиссии, это огромная. И с другой стороны, мы видим, явно и не хочется. Потому что есть все-таки человеческая натура, в которой он находится. И он все равно идет, это делает, и происходит что? Происходит огромный плод для всего мира. Но кто-то должен был сделать этот шаг, послушание Отцу, зная, что Писание говорит о нем, да, зная, что он по Слову Божьему идет. Ну, это больно. Мы часто в жизни сталкиваемся с ситуациями, когда мы что-то должны сделать. Вот что такое, я еще мысль скажу, да, истинное послушание. Как оно вообще проявляется? Мы должны быть послушаны Богу, сказала телезрительница. Как мы это можем пощупать, насколько оно верно? Мы должны исполнить заповеди Божьи. Через исполнение заповедей Божьих. И всегда, когда человек подходит к этой ситуации, потому что просто говорить, я тебя люблю, я тебя люблю, неинтересно, мне неинтересно. Я всегда своей жене раньше говорил, ты знаешь, я тебя так люблю, ты мне тарелку борща дай, я все пойму. То есть мне нормально все, да, то есть мне не надо рассказывать, все классно, я верю, я знаю, мы с тобой вместе живем, вот, давно. Но суть в чем, что когда мы подходим к Библии, когда человек говорит, что нужно исполнять заповеди Божьи, и этим ты докажешь свою любовь и к Богу, и к людям, потому что невозможно не проявить любовь к людям, не исполняя заповеди Божьи. И вот в этой ситуации многих ломает, потому что, а вот не хотелось бы многим исполнять заповеди Божьи. И вот когда ты переступаешь через себя, когда ты проходишь эту ломку, вот оно происходит проявление послушания в твоей жизни. Спасибо, Лезер, это очень ценно, важно, хотя я, в принципе, вижу, что люди, некоторые отреагируют и скажут заповеди Божьи, и Христос исполнил закон, освободил нас от всего, мы теперь свободны от закона, свободны от того. Освободил ли у нас от проповедования Евангелия? Это тоже заповедь Божья? Да. Или любите друг друга? Но как бы люди говорят, в нем мы уже исполнили закон, мы уже свободны. Уже все вас проповедовали? Да, мы уже полностью свободны. А следом работа ангела, который прошел в последнее время, да, вот это вот? Ну да, в откровении ангел же уже будет проповедовать, там Евангелие будет лететь. А мы пока займемся обустроением своего дома. Да. Что ты скажешь, как ты отреагируешь вот на все? Здесь в Израиле, да, простите, добрый вечер всем, кто нас смотрит. Здесь в Израиле есть такое понятие, как юуди-мешихи, да, или мессианские евреи. Но дело в том, что многие наши ветхозаветные братья, как мы их называем, да, то есть те, которые носят хипы, пейсы и цицит, которые ходят в синагогу и не верят в Иисуса Христа, они тоже называют себя мешихием. Да. В чем разница между нами и ними, да, теми, кто верит в Иисуса Христа, и теми, кто не верит в Иисуса Христа? Дело в том, что евреи, которые исповедуют Иисуса Христа, знают абсолютно точно, буду я соблюдать заповеди, не буду я соблюдать заповеди, Господь все равно придет. Евреи, которые не верят в Иисуса Христа, они считают, что если мы не соблюдаем заповеди, мы откладываем приход мессии. И поэтому все должны срочно сейчас соблюдать заповеди, для того, чтобы мессия быстрее пришел. Поэтому у них главный лозунг, даршу, маши, хахша, потребуйте мессию сейчас. Что значит потребуйте? Не в смысле, что мы требуем мессию, давайте нам, и все, нет. А требовать от себя, чтобы мессия пришел сейчас, нужно для этого соблюдать заповеди. Согласен, что Иисус освободил нас от заповедей закона, но он освободил нас не от того, что мы должны перестать соблюдать заповеди закона. Там написано совершенно четко, простите, я не помню, в какой книге это написано, но то, что это написано, помню точно. Написано, что он телом своим, рукописным, написанным против нас, понес на крест. Что это значит? Мы обвинены по закону. Писание говорит, что всех Бог заключил в непослушании, чтобы потом помиловать. Да, мы не можем исполнить все заповеди закона, Иисус сделал это за нас. То есть мы, будучи не в послушании, уже виновны. И вот это вот обвинение против нас уже на кресте. И это то, что сделал Иисус. Мы должны по возможности стараться сохранять, мы же уподобились Иисусу Христу, мы должны сохранять в себе желание поступать так, как поступил бы Иисус. What will Jesus do? Мне говорят, откуда вы знаете, что бы он сделал? Ну как откуда мы знаем? Мы же Библию читаем, там же написано, что бы он сделал, в том или ином случае. И Иисус никогда не делал, например, то, чего нужно сделать ради славы. Он всегда делал, потому что он хотел помочь, он хотел явить Отца. И потом, когда он сказал, говорит, как вы говорите, что не видели Отца, а те, кто видел меня, видели Отца. Он говорит, я ничего не делаю, видя Отца творящим. То есть мы знаем теперь, что характер Бога в том, чтобы помочь людям, чтобы исцелить, чтобы наставить и так далее. И более того, он говорит, я уйду, а вы сделаете еще больше, чем я здесь сделал, и вас Дух Святой наставит. То есть мы продолжаем наставляться и обучаться, и прислушиваться к тому, что Дух нам напоминает. Это и есть часть послушания. Это достаточно всеобъемлющее такое понятие. Но если говорить, а нам ничего сейчас делать не надо, уже все Иисус за нас исполнил, это как раз не послушание. Потому что если Иисус все исполнил, мы уподобляемся тем самым девам, которые не мудрые. Придет время, когда нужно будет принимать решение, а не с чем будет принимать решение. Поэтому послушание все-таки это понимать характер Бога и действовать так, как Он бы хотел, чтобы мы действовали.